Шалом, дорогие друзья! Есть такие слова в Торе при выходе из Египта «И не повел Всевышний их по короткой дороге». Всевышний все видит и все знает. Иногда он знает, что дорога длинная, она вообще единственная, единственная правильная. Все всегда хотят достигнуть результата по короткой дороге. Немедленно удостоится удачи, немедленно удостоится спасения. Но все это не так работает. Человек хочет, каждый свое. А Бог желает чего? Он только желает нашей молитвы. Если есть какие-то трудные испытания в жизни человека, человек начинает молиться, сразу приближаться к религии. То есть Бог вынужден толкать нас на эти неприятности, потому что он знает, что это единственная короткая дорога к нему. Кстати, люди думают, что когда приближаются к религии, начинают молиться, все быстренько уладится. Но на самом деле, как истории с выходом из Египта, иногда становится даже хуже. Человек смущается, в нем начинают появляться сомнения, вопросы. Такая трудность – это экзамен. Написан, описанный всеми экзамен, которые позволяют увидеть, действительно человек верит, что Всевышний слышит его молитву. Бог желает нашей молитвы. Если человек в благополучии не доходит до откровенной сильной молитвы, то ситуация меняется. И чтобы, не дай бог, он пришел к этому через беды. Одно из самых главных, если не самое главное назначение молитвы, пишут мудрицы, это подкормка души. Душа у нас, да, у человека есть душа, которая так же хочет кушать, как и физическое тело. А мы ее не кормим. Нужна молитва. Нужны Тора. Нужна духовность. Мудрецы написали, что молитва – это устройство для роста. Первая цель молитвы еще – это устройство для роста. В процессе молитвы я меняюсь. А молитва превращает меня в другого человека. До того, как я помолился, я, возможно, не заслуживал того, о чем просил. Но теперь, после искренней молитвы, иногда месяцами, я изменился. Бог создал человека и поместил его в этот мир. В этот мир, где разные стремления тянут его в противоположные стороны. Жизнь – это такая битва. Каждая схватка специально подобрана для испытаний каждого конкретного человека. Мир создан для тебя, написано. Каждое жизненное событие таит в себе опасность. Человеку не так просто. Могут подскользнуться, оступиться. Это возникает почти неизбежно в жизни почти всех. По этой причине Бог в своей великой милости что сделал? Создал безотказное мироустройство. Если все остальное не сработало и отказало, надо потянуть за этот рычажок и ты будешь спасен. Этот механизм напоминает аварийную кнопку. Называется он молитва. Написано, что молитва переключает качество суда на качество милосердия. Бывает, кстати, человек, что молится о противоречащих воле Творца вещах. Тогда не думай о том, что такая молитва будет принята. Если человек молится «Дай мне трактор, я снесу дом соседа». Понятно, да? Молитва – это средство для самопреобразования. Не начинают молитву с мысли о том, что Бог передумает и даст мне то, что до этого не додал. Это не так работает. Молитву не следует рассматривать как способ обрести какие-то преимущества. Она самоценна сама по себе. Уже то, что она устанавливает тесную связь с Богом, достаточно, чтобы молиться. Считается, что человеку нормально трехразовое питание. Для души нужно три молитвы. Поэтому у нас установлена утренняя, дневная и вечерняя. Знаете, когда пришел к Рэбе, говорит, «Рэбе, что мне делать?» И Рэбе там интересную вещь сказал. Когда ты чувствуешь голод, человек кушал все время, немножко, хотел похудеть. Когда ты чувствуешь голод, ешь слова «тигелим». Кстати, написано, люди тратят большие деньги на всякие похудения. Попробуйте. Хочет человек кушать, молча садится, берет «тигелима», где-то полчаса отчитает. Посмотрите, как это работает. Сегодня мы голодны, хотя у нас есть еда. Нам холодно, хотя мы находимся в тепле. Мы боимся темноты, хотя всюду свет. Так написал Рэбе. Чтобы чувствовать себя хорошо и оставаться здоровым, нам надо не только есть, но и молитвы. Три раза, три духовные трапезы в день должно быть. Сегодня у нас шаббат. И я хочу рассказать короткую историю про шаббат. Встретился богатому человеку на пути нищий. Это Рэбе рассказывает своим прихожанам в синагоге. Бедняк рассказал ему о своих несчастьях. Тот жалился над ними. У него было семь монет. А на тех семи монет, которые у него были, дал ему две. После того, как нищий рассказал о других своих бедах, получил он еще две монеты. Подошли они к источнику, решили подкрепиться. Богач поделился со спутником своей едой и услышал еще историю из его жизни. Понял, что ему совсем тяжело. Отдал еще две монеты. Он был так милосерден, получивший шесть монет вместо признательности, выхватил под одеждой нож и бросился, потребовал от него седьмую монету. Черная неблагодарность. Спрашивает Рэбе у прихожан, чего достоин такой человек? Смерть, кричат все. Это страшный преступник. И вы заслуживаете такого же наказания, сказал Рэбе. Вы и есть тот самый неблагодарный нищий. Бог дал нам шесть дней. И только один отделил-то от себя. А вы этот день хотите похитить у него и забрать его себе. Давайте не помогать плохому началу воровать у Бога. Давайте попробуем сделать шаббат настоящим шаббатом. Брахавы от слаха всего самого лучшего. Сказано, если проведут шаббат один раз нормально, тут же придет Машеах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!